Скажите, пожалуйста, Кристин, какой ваш любимый герой? Люди все очень разные, но история, которая больше всего меня потрясла, это история девушки Оксаны из Львовской области, ей всего 22 года. Я пыталась с ней встретиться с конца февраля, но у неё не было времени, и наша встреча произошла только в середине марта. И эта девушка волонтёр, но занималась она специфическим видом волонтёрства. Она, как оказалось, помогала организовывать похороны Небесной Сотни. И речь шла не только о том, что она помогала с документацией, то есть, чтобы там родственники с моргами, она с другими волонтёрами доходила до того, что ездила на рынки, покупала одежду для умерших, обувь и даже гробы. И для меня было потрясающе и удивительно, как у человека в 22 года может быть столько внутренней силы и мужества, чтобы этим заниматься на протяжении трёх недель подряд и ничем иным. И когда я её спросила, почему именно этот вид волонтёрства она выбрала после конца февраля, она говорит, что я приехала на Майдан не развлекаться, не танцевать, я приехала, чтобы быть нужной. И после расстрелов она поняла, что она нужна там. И эта история мне действительно очень сильно потрясла. А вот скажите, Кристин, вот прошёл год. Вот как вы воспринимаете итоги этого года? Ту ситуацию, в которой сейчас страна находится? Мне кажется, за этот год у меня нет никакого сожаления, что начался Майдан. Мне кажется, люди внутренне изменились, они стали, сами украинцы, сильнее. И на многие вещи смотрят иначе. Они стали более критически относиться к политикам, например. Мне кажется, общество стало более требовательным. И я надеюсь, что его не так легко обманывать, как раньше, как до Майдана. А вам не кажется, что то, о чём вы говорите, не вполне подтверждается результатами выборов? Всё может быть. Я говорю о каком-то личном восприятии. И я смотрю на людей. Мне кажется, до Майдана, к сожалению, многие украинцы, мне кажется, себя даже недолюбливали. После Майдана появилась какая-то вера людей, самих себя в свои силы. И в то, что они что-то могут совершать маленькие дела. И вот, например, то огромное движение волонтёрства, которое появилось именно во время Майдана и после него. Мне кажется, этот феномен, как бы события не развивались дальше, это принесло большую пользу для украинского общества. И это просто так не пройдёт. Спасибо.